мы ведь все равно ее построим как бы кому-то не хотелось и даже не мы мы заказали эту станцию у российской федерации это основной игрок придет время мы построим и вторую а сегодня мы поговорим про еще одну проблему которую создал нам дорогой александр лукашенко и не только для нас но и для многих поколений белорусов это атомная станция в островце решение о строительстве такого опасного объекта принималась на основании гениальной идеи что александр лукашенко с помощью аэс будет майнить биткоины майнинги прочие фермы создать подождите атомную станцию введем излишек электроэнергии это место ставит строительство реакторного здания 1 энергоблока началось летом 2012 года но без утвержденной проектной документации без лицензии на строительстве аэс уже гибли рабочие там роняли корпус ядерного реактора его подняли на мой рост примерно может чуть выше 2 это чуть больше метров и у них стропы не выдержались ползает это бочка и одним своим краем упала на землю с которой ее подняли а сейчас стало известно о недавнем тендере по проведению в порядок или восстановлению проектной документации по строительству аэс о чем говорит этот тендер о том что аэс в островце строилась и строится без соблюдения соответствующих норм и процедур а также о низком качестве строительства что делает запуск аэс и без того очень опасного атомного объекта очень рискованным событием то есть команда лукашенко вполне может устроить беларуси второй чернобыль и только из-за того что кто-то убедил александра григорьевича перспективности добычи криптовалюты с помощью аэс я сразу вспоминаю еще одну разводильную схему для старичков когда стрёмные люди ходят по квартирам и предлагают купить у них фильтры для воды посуду газовые счетчики регулировку окон как за какие-то баснословные деньги ну хоть фильтры или окна это конечно разбуд на деньги но они не опасны ни для страны не для людей ну разве что для самолюбия для кошелька а вот когда кто-то под видом фильтра для воды впарил целую аэс к тому же криво и непонятно как построенную вот это уже пахнет очень плохо сам факт официального тендера на восстановление проектной документации по строительству аэс очень намекает на то что работа по восстановлению этой самой документации по сути связана с сокрытием серьезных нарушений во время строительства вот еще один интересный факт документы для проведения данного тендера были подготовлены 26 марта этого года а тендер выиграла белорусская компания ооо статик система получившая аттеста соответствия буквально накануне 20 марта представляете это этакий атомный стартап только родились и через шесть дней уже тро ля ля тро ля ля выиграли серьезный вкусный тендер так это в течение суток в авторитарном государстве решается результат тендера был озвучен 23 июня 2020 года а срок сдачи работ 78 дней с момента подписания договора то есть документация будет разработана лишь к 8 сентября следим за руками напоминаю что реактор самая опасная часть станции планировали запустить уже в августе может это случайность но с кем не бывает и мы зря волнуемся но вот еще один тендер на этот раз под вопросом пожарная безопасность аэс в островце этот тендер размещен 25 июня этого года и это приглашение к маркетинговым исследованиям по поиску потенциальных поставщиков оборудования изделия материалов для устройства системы пожаротушения на объекте русская аэс думайте подошло время запуска август 2020 года ну конечно самое время начать исследовать рынок потенциальных поставщиков пожарной безопасности атомной станции а если возникнет пожар при запуске реактора то чем его тушить будем биткоинами которые наманят александр лукашенко ну или пропавшие проектной документации на строительство аэс а что вы будете кушать его мы получили свою независимость 91 году это был и есть уникальный шанс построить свою страну мечты страну для жизни беларусь как уютный дом для всех беларусов неужели мы позволим лукашенко разрушить не только наши мечты но и добить нашу беларусь как страну нет мы не позволим нажимал я бы хотела поблагодарить всех кто нас поддерживает и вы тоже можете нас поддержать ссылка в описании к этому видео я хочу озвучить комментарии тех кто прислал нам пожертвования жора прислал каналу 1000 российских рублей жора спасибо огромное вот его комментарий нашей стране в нашем народе есть что-то из старинных былины сказок описать это одним словом нельзя есть какая-то древняя сила искра в глазах беларусов которые испугались власть имущие а в мире у людей расширяются глаза глядя как расправляют плечи белорусский народ у которого на генном уровне неприязнь к войне и несправедливость глеб прислал нашему каналу 345 рублей 64 копейки правда без комментария спасибо глеб дмитрий р прислал каналу 1000 российских рублей дмитрий спасибо и вот и озвучиваю его комментарий спасибо за вашу борьбу с убожеством беларусь спасибо дмитрий мы справимся и мы победим юрий прислал 500 российских рублей с комментарием красивая ольга карач спасибо спасибо юрий мне очень приятно наталья прислала 6995 рублей и 13 копеек наталья спасибо озвучиваю ее комментарий очень нравится ваш канал надеюсь что ваша работа не пройдет даром так хочется чтобы добро победила зло уже этим летом устали ждать наталья мы победим сейчас идет борьба за страну на всех уровнях мы не одни а вот лукашенко он один андрей петров прислал 775 рублей 41 копейку на без комментария спасибо андрей дмитрий прислал 4000 российских рублей с комментарием спасибо огромное вам спасибо дмитрий за то что смотрите и за то что поддерживает дима ловец прислал 1000 рублей с комментарием все границы условны и созданы лишь для того чтобы их переступать с любовью к беларуси дима спасибо ольга что вы есть и вам спасибо дима и всем тем кто смотрит нас тоже